библейский портал экзегет.ру представляет здравствуйте меня зовут дмитрий добыкин и мы с вами на библейском портале экзегет мы с вами продолжаем читать книгу удивь и сегодня 6 глава чтобы было понятно давайте вспоминать что было в предыдущих главах и так царь навыходоносор отправляет начальника алаферна завоевательным походом и вот этот алаферн идет и нападает на иудею что должен сделать алаферн ну разная реакция как его будут встречать если народы будут открывать ворота то он должен эти города захватывать никого не истреблять никого не убивать но разрушать храмы не разрушать святилище и заставлять вот эти народы поклоняться на уходоносору как богу если же люди сопротивляются то эти народы нужно уничтожать и уничтожать их самих их города значит и вот алаферн приступает к иудеи значит он иудеев не знает и поэтому он там собирает окрестных и спрашивает нам расскажите кто такие иудеи и выступает человек из племени амунитян это не еврейское племя хотя они там дальние очень родственники но все равно это не евреи язычники и вот этот человек которого зовут их иор выступает с речью во время которой он объясняет откуда взялись иудеи и самое главное объясняет следующее что когда иудеи отступают от бога бог от них отступают и евреи там подвергаются всякому завоеванию там всяким бедам если же евреи верны богу то бог их защищает и никакая сила не может противостоять богу конечно там со своими особенностями он рассказывает понятно что он язычник он не иудей и вот он рассказывает когда он произносит эту речь все окружающие возмущаются и на этом закончится 5 глава ну и соответственно начинается 6 который мы сейчас будем читать и так когда утих шум собрания алаферн военачальник войска сирийского сказал ахиору всем народом иноплеменным и всеми с нами на мава кто ты такой ахиор с наемниками ефрема что на по на пророчил нам сегодня и сказал чтобы мы не выявили с родом и израильским потому что бог и защищает кто же бог как не уходоносор он пошлет свою силу и сотрет из лица земли и бог их не избавит их ну давайте здесь немножко не остановимся ахиор ничего не пророчествовал как на пророчил да ничего не пророчества он просто описывал то что сказано священное писание да действительно когда евреи верны богу бог их защищает это все отвергается значит и исповедание такое вера кто бог как него на выходоносор он пошлет свою силу и сотрет лица земли и бог не избавит и здесь давайте здесь кое-что понаблюдаем понятно что настоящий исторический ноходоносор никогда себя богом не называл да он превозносил себя там ставился наравне с богом может быть но богом не считал антиохи пифан да действительно считал что он бог ну и здесь на уходоносор представляет себя как бога то есть у него есть сила и он делает все что хочет если внимательно тут прочитать то алаферн говорит ну скажем так почти как пророки говорят об истинном боге он пошлет свою силу и со ответ их с лица земли там бог дунет и они исчезнут такой вот образ то есть он говорит ну практически стопроцентно по-библейски и их бог не избавит то есть бог евреев меньше бога бога новоходоносора и и никакая сила не может остановить это этого бога хорошо ну и дальше он начинает перечислять что он сделать с евреями но мы рабы его поразим их как одного человека не стоит против них сила наших коней мы растопчем их горы их упьются их кровью равнины их топон с их трупами не станет стопы ног их против нашего лица на гибели погибли не говорит соленого худоносора господин сей земли ибо он сказал и не напрасно будет повеление его снова такое окончание что новоходоносор это бог и он говорит как библейский бог наверное это было сделано специально автором чтобы показать на чье место претендует новоходоносор не на место одного из языческих богов а на место бога неба и земли ну и дальше алаферн обращается к хиору а ты ахиор наемник омона выскажи слова эти в день неправды твоей от всего дня не лишь больше лица моего доколе не томщу этому народу пришедшему из египта когда же я возвращусь меч войска мой и толпа слуг моих пройдет поребнутым и ты падешь между ранеными их рабы мои отведут тебя в нагорную страну и оставят одному из городов на высотах и ты не умрешь там до корень и будешь сна с ними истреблен если же ты надеешься в сердце том что они не будут зиты то не спадет не спадает лицо твое и сказал ни слова моих не пропадет я сказал и ни одно из слов моих не пропадешь ахиор ты увидишь что ты не прав а когда ты это увидишь мы тебя убьем значит здесь пожалуй самое интересное да не спадает лицо твое ну то есть это не думай что это не исполнится вот что обещает алаферн человеку который просто рассказал ему о том что происходило в истории израиля ну и что делает алаферн он приказал рабам своим предстоящим шатрею взять и хиора отвезти его к витилую и предать руки снов израиля рабы его схватили вывели его за стан на поле а со среды равнины поднялись на горную страну и пришли к источникам бывший подле витилую когда увидели жители города на вершине горы то взяли за оружие свои и выйдя за город на вершину горы все мужчины пращи пращики охраняли восходы свои бросали в них камень и они подойдя под гору сезав ахиора и стали брошенным при подошве горы ушли к своему господину ну давайте здесь разбираться вот как раз город витилую город который неизвестно где находился был ли он или не был ну чем есть город витилую этот город находится на вершине горы внизу источники там с этими источниками дальше будет своя история и войны алаферна подводят подходят городу жители города спускаются с горы тут у нас сказано что охраняли восход свой это но имеется ввиду то что дорога которая поднималась к витилую вот они охраняют значит ахиора бросают внизу и уходят а жители витилую спускаются значит но у нас написано что он просто был связан в латинском переводе сказано что они выше в дерево привязали идемте дальше с жены сыны же израиля вышедшие из своего города остановились над ним и развязав его привели в витилую и представили начальником своего города которые были в те дни озе сын мехи искалина семена хамврий сын гафинила их армии сын мелхио они созвали всех старейшин города сбежали собрание все юноши их и жены поставили ахиора среди своего народа своего и озе я спросила с учившимся здесь перечисляются нет некоторые люди которые управляли этим городом больше нигде они кроме этой книги не упоминаются и поэтому кто это были как они связаны с другими людьми об этом нам неизвестно если книга иудив действительно такое скрытый текст то есть идет как бы история одна но она рассказывает о другой истории то понятно что под именем озе и вот этих двух людей скрываются какие-то другие персонажи но кто это мы увы не знаем ну и вот что говорит ахиор когда его спрашивают он в ответ пересказал им слова собрания алаферна те слова которые он высказал среди начальника снов асура и все языкомерные речи алаферна доме израиля ну здесь сложности нет единственно пожалуй слова асур асур это еще одно название или ашур это еще одно название ассирий поэтому сыны асура но если мы понимаем что под ассуром скрывается другое государство то скорее всего это сирия но почему именно ассур потому что ассирийцы отличались особой жестокостью во время завоевания вообще конечно любые завоеватели жестокие были но а ассирийцы они когда вообще превосходили всех когда тогда народ после речей ахиора пал поклонился богу и возвал господи божий небесный возле на их гордыню и помилость смирения рам рода наше произвели на лице свечи освященных тебя в этот день утешли ахиора и свали его ну давайте здесь раз поговорим разберемся с этой молитвой господи божий небесный почему бог там называется небесным ну можно растолкать так что бог живет на небе но если мы говорим о том что бог живет на небе то получается есть место где его нету то есть он живет тогда на земле он не живет ну и еще там а на каком небе он живет но старая шутка когда там гагарин вкусом слетал бога не видел ну тут же отвечая но это духовное небо но снова та же самая проблема получается что я если мы говорим о том что бог небесный то получается все таки даже духовное небо да то есть это место где он обитает ну и очень ну и так не очень хорошо потому что получается что бог где то есть а где то его нету на самом деле конечно бог есть везде что означает небесный в данном случае это означает противоположность земли то есть вот есть земля да вот на ней живут люди люди грешные и есть бог который живет на небесах и небеса это противоположной земли и бог соответственно противоположен вот этой грешной земле дальше помилуй помилуй нас и посмотри на наши лица лица освященных тебе в этот день ну давайте сначала посмотрим посмотреть на лицо но здесь используется такая форма метафорической речи как антропоморфизм ну и антропопатизм тоже можно сказать антропа морфизм тем что бог посмотреть посмотреть а значит глаза до посмотреть глаза антропопатизм то есть приписание богу человеческих чувств этот презреть а то есть все таки бог как-то что-то делает но понятно что у бога нет глаз которым посмотреть ну и то что вот он там смотрит он же смотрит всегда он все ведущий всевидящий но и соответственно он всегда на людей смотрит но в данном случае как бы бог отвернулся а затем он поворачивается и смотрит на лицо евреев на лицо евреев и тем самым он не отвергает их это первое но значит освященных тебе тебе в этот день это не про священников говорится это говорится про весь народ что значит освященные значит в еврейском языке слово святой означает отделенный отделенный от остального мира отделенный богом для какого-то служения вот поэтому лица освященных это лица евреев хорошо ну и давайте прочитаем последнее предложение этой главы потом озер взял его и собрание свой дом и сделал пир для старейшин целую ночь они призывали бога израилева на помощь ну что здесь интересно ахиора приглашают на трапезу евреи не трапезничали с язычниками то есть ахиора они воспринимают как своего до ахиор не принял обрезание но он уже исповедал веру в истинного бога можем понять из тех слов которым пересказывает жителям витилуи ну и раз он уже принял да у меня обрезание то он уже свой стал тем кто называется пришельцы хорошо мы с вами прочитали шестую главу она небольшая в ней нет особых сложностей вот и так ахиора бросили у города витилуи жители телу его забрали и они молятся богу чтобы бог их защитил спасибо за внимание меня зовут дмитрий добыкин и мы с вами на английском портале экзегет спасибо всего доброго